В современном мире особые технологии, у них особые правила, и поэтому прошу вас поддержать проект. Если вам интересно и важно изучение Курана и всего, что с ним связано, подпишитесь, ставьте лайк и делитесь с другими искателями знаний. Смотрите все видео до конца, жмите на колокольчик под видео, чтобы видеть первыми все новые видео на канале. А мы продолжаем. Сегодня у нас второй урок по книге. Тема урока называется Харфута. То есть здесь мы будем изучать слова, которые в своем составе имеют букву Та. Новые слова. Это инжир. Это оливки. Это уроки. То есть первая часть, первое упражнение. Истеме уародиды. Послушай и повтори. Соответственно, я вам буду объяснять, а потом вы будете слушать и повторять. Первое слово. Тактубу. Тактубу. То есть она пишет. У нас корень КТБ. В настоящем времени будет тактубу. Она пишет. Пока, миссия, я вам не говорю полностью спряжение глаголов. Так как это только начало, да, и в дальнейшем, миссия, мы на это все возьмем. То есть тактубу, это она пишет. Первое предложение у нас здесь. Тактубу, зайнабу дарсе. Пишет, да, тактубу, зайнабу, это женское имя, зайнаб, то есть пишет зайнаб, дарс, это урок. И у нас есть артикль, аль, солнечная буква, иншаллах. На следующем уроке я вам обязательно расскажу про солнечные луны. Тактубу, зайнабу дарса. То есть пишет зайнаб, урок. И в конце мы видим фатфу, которая говорит о том, что это действие падает на урок. То есть что она делает, пишет урок. Пишет, что урок. Смотрим второе слово. И обращаем внимание на него. Мактебету. И здесь, если в первом слове у нас было та в начале, то в этом примере у нас та уже приходит в середине. Соответственно, соединяется своими ручками справа и слева. Две точки у та. И с фатхой также. Мактебету. Мактеба это библиотека. Это может быть библиотека, как глобальная библиотека, какое-то здание. Как и домашняя библиотека в виде какого-то книжного шкафа. То есть кто-то говорит, у меня небольшая библиотека книг. То есть имеется в виду какое-то собрание книг домашних. Может, это всего там 10 книг. У нас уже было указательное местоимение для женского рода, так как мактеба мы видим в окончании этого слова тамарбута. А это основной из признаков женского рода. То есть практически все слова, за исключение некоторых. Если они имеют в конце тамарбуту, то это говорит о том, что это слово женского рода. Значит, это библиотека, аль-ма-гади. Мы видим опять определенное состояние здесь. Ма-гад это институт. То есть библиотека института. Это библиотека института. И переходим к третьему слову. Ва-гут это время. И здесь уже в этом слове мы видим так в конце. Уже она полную форму свою имеет. Две точки. Серединки. Бома в этом примере. И соединяется с предыдущей буквой. Каф. Ва-гуту. Ва-гуту. Хана ва-гуту л-гада. Хана ва-гуту л-гада. Хана ва-гуту л-гада. Хана это наступило. То есть наступило. Со временем имеется ввиду. Время. Аль-гада это обед. То есть наступило время обеда. Хана это глагол. Хана ва-гуту л-гада. И наступило время обеда. Заметьте, что в предыдущем мактэбе туль-ма-гади это в принципе такая же конструкция. Библиотека института. А здесь время обеда. То есть они вот связаны. И последнее слово. Рия-ля-тин. Это множественное число от слова рияль. То есть это денежная единица Саудовской Аравии. Смотрим предложение. Айн-ди-таля-тату-ри-я-ля-тин. Слово Айн-ди по сути состоит из двух. Айн-ди. Айн-да и я. Айн-ди это как бы у. Показывает место, где что-то находится. И я нам знакомая уже. То есть как бы у меня. Тут оно не будет в значении принадлежать. У принадлежит мне. А показывает опять же на говорящего. То есть у меня. Са-ля-тату. Са-ля-тата это три. То есть у меня три. Рия-ля-тин. Мы выяснили это реал. У меня три реала. С числительными в арабском языке свои особые правила. Миншалла далее о них будем говорить. То есть Айн-ди у меня таля-тату-три-ри-я-ля-тин-ри-я-ла. Сейчас я повторю все эти фразы. Вы их обязательно проговорите много-много раз. Пока вам не будет понятно каждое слово. И вы с легкостью их будете переставлять и упражняться, и понимать. Первое, да, первое предложение. ТАКТУБУ ЗАЙНАБУ ДДАРСА ЗАЙНАБ ПИШИТ УРОК ТАКТУБУ ЗАЙНАБУ ДДАРСА ТАКТУБУ ЗАЙНАБУ ДДАРСА Второе, ТАКТУБУ ЗАЙНАБУ ДДАРСА И четвертое предложение. АЙНДИ ТАЛЯСАТУ РИАЛЯТИН У меня три риала. АЙНДИ ТАЛЯСАТУ РИАЛЯТИН АЙНДИ ТАЛЯСАТУ РИАЛЯТИН Итак, мы с вами взяли эту небольшую часть урока. Давайте с вами попробуем составить некоторые предложения на арабском языке. Перевод прилагается. Попробуйте остановить запись, сделать свой перевод, а потом проверить. Возможно, ваш вариант будет такой же. Не забывайте, что порой может быть так, что одну и ту же мысль можно передать какими-то разными путями, и поэтому если у вас не так же точно, как у меня, это не значит, что это неправильно. Итак, первое предложение. Я ХАДИДЯ. Моя профессия врач. Пробуем. АНА. У нас, помните, была я, как АНА. ХАДИДЯ. Имя. АНА ХАДИДЯТУ. То есть, я ХАДИДЯ. Моя профессия врач. То есть, у нас профессия моя. Он у нас с помощью следственного местоимения я. МИГНА. МИГНА. Это у нас была с тамарбутой профессия. МИГНА. МИГНА. Но вспоминаем, что, когда у нас тамарбута соединяется со следственным местоимением, она превращается в обычный ТА. МИГНАТИ. Это уже моя профессия. Смотрите, как намного меньше и компактнее на арабском. МИГНАТИ. И, ну, учитывая, что это говорит ХАДИДЖЯ, это женский род, то мы пишем ПОВИБЕ. 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 То есть, моя профессия врач. Чтобы это было в женском роде. А это АХМАД. Он врач. Можно ВА, да. И вспоминаем, что у нас указательное местоимение для мужского рода будет ГАДА. ВАГАДА АХМАД. АХМАДУ. Обращаю ваше внимание, что, как и женский род ХАДИДЖЯТУ, все имена женского рода не будут принимать ТАНВИН. И АХМАДУ тоже слово, которое ТАНВИН не принимают. Ну, по другой причине, да, потому что он похож на глагол. Это будет тему в дальнейшем. Миншало изучаться. Значит, ВАГАДА АХМАДУ. Это АХМАД. Он врач. Он у нас не приходило. Ну, скажем, я вам скажу. Это ГУА. Сейчас я вспомнила, что у нас этого слова не было. ГУА. Он врач. Теперь мы используем уже ПАБИБ. То есть в мужском роде. ГУА ПАБИБ. Он врач. И продолжаем. АХМАД. В БАКОЛЕЙНОЙ ЛАВКЕ. Все слова у нас знакомы. АХМАД. Пишу уже без огласовок. Уже как бы иногда буду пропускать. Так как когда вы слово прописали, прочитали визуально, у вас оно уже с картинка, с произношением вместе как бы соединилось, из-за чистоты использования, из-за чистоты использования, то нет уже такой, как сказать, нужды в том, чтобы прописывать эти огласовки. Иногда спрашивают, а как же без огласовки читать. Вот так. Когда вы часто это читаете, учите, то тогда у вас нет смысла уже эти огласовки писать. Значит, ГУА ТОВИБУН. АХМАД БАКОЛЕЙНОЙ ЛАВКЕ. У нас БАКОЛЕЙНОЙ ЛАВКЕ, как было БАКОЛЕ. То есть все просто АХМАДУ. У нас было там В БАКОЛЕЙНОЙ ЛАВКЕ что-то. В СУМКЕ. И СУМКЕ, да, то есть это ФИ. АХМАДУ ФИ. И скажем, что это определенная БАКОЛЕЙНОЙ ЛАВКЕ. ФИЛ БАКОЛЕТИ. ФИЛ БАКОЛЕТИ. После предлога у нас будет КАСРА. Здесь у нас можно написать пока, если кто-нибудь, удвоение. Значит, АХМАДУ ФИЛ БАКОЛЕТИ. Итак, мы это предложение с вами перевели. Если у вас так же, ну, возможно, где-то какие-то другие вариации. Не знаю. В принципе, должно быть так. Второй пример. Это моя СУМКА. В моей СУМКЕ КНИГА и ТРИ РЕАЛА. Смотрим. СУМКА. У нас была ХАКИБА. ХАКИБА ТУНТАМАРБУТА говорит о том, что ЖЕНСКИЙ РОД. Поэтому, скажем, ХАКИБА ТИ. ХАКИБА ТИ. И МОЯ. Значит, будем добавлять в конце Я. ХАКИБА ТИ. ХАКИБА ТИ. Это моя СУМКА. Далее. В моей СУМКЕ. Так же, как и в предыдущем у нас было В. Это ФИ. И моя СУМКА тоже самое. ФИ ХАКИБА ТИ. ФИ ХАКИБА ТИ. ФИ ХАКИБА ТИ. КНИГА и ТРИ РЕАЛА. Все просто здесь. Пишем просто КИТАБУЛЬ. И сегодня мы говорили уже ТРИ. ТРИ РЕАЛА. Вот. То есть мы сказали это предложение. ФИ ХАКИБА ТИ. ФИ ХАКИБА ТИ. КИТАБУЛЬ. УАТАЛАТАТУ РЕАЛАТИН. Все просто. То есть видите, это другие предложения. Из тех же слов, которые мы взяли. Еще можно очень много их составить. Еще два возьму. Дальше вы поупражняйтесь. То есть вы можете самостоятельно составлять такие предложения и присылать на проверку, правильно или нет. Но учитывайте, что предложение из того лексического и грамматического материала, который уже встречался. Не надо писать там сочинения на какие-то особо сложные темы, которые мы не брали. Итак, третье предложение. Это МОЯ ДОЧКА. Она студентка. Она в библиотеке. Помним опять же указательное местоимение у нас для женского рода единственное число. ГАЙ ВИГИ. Так мы его и используем теперь. ГАЙ ВИГИ. МОЯ ДОЧКА. Девочка и дочка. Что я вам говорила, это может использоваться одно и то же слово. БИНТ. Так как это МОЯ, значит, ГАЙ ВИГИ БИНТИ. Это МОЯ. МОЯ ДЕВОЧКА, как и МОЯ ДОЧКА. ОНА СтУДЕНТКА. Опять же, она, добавим это слово, не подумала, что у нас его не было, но теперь будет. то есть вот два нового слова. ГОА у нас был ОН, и ГЕ – это ОНА. ОНА СтУДЕНТКА. И ДОТ У НАС ПО ЛИБЕ ТУН. И ДОТ У НАС ПО ЛИБЕ ТУН. ОНА СтУДЕНТКА. Всё просто. И ОНА В БИБЛИОТЕКЕ. И ДОТ У НАС ПО ЛИБЕ ТУН. И ДОТ У НАС ПО ЛИБЕ ТУН. Е – В БИБЛИОТЕКЕ. В – У НАС БЫЛО ФИ. И БИБЛИОТЕКУ ВОЗМОМ ОПРЕДЕЛЕННОЕ. МАКТАБА. Да, у нас была МАКТАБАТИ. Е – ФИЛЬМАКТАБАТИ. Е – ФИЛЬМАКТАБАТИ. То есть она в БИБЛИОТЕКЕ. Всё, видите, из слов уже можно очень много предложений. На самом деле, хотя мы с вами только на втором уроке по книге, а предложений уже можно составить достаточно много. Последнее предложение. В КОМНАТЕ СТУДЕНТЫ ВРАЧ. ВРАЧ ДАЛ СТУДЕНТУ НЕСКОЛЬКО ТАБЛЕТОК. Да, у нас ФИИ предлог уже использовали мы несколько раз. ФИИ. ХУДЖЕРА У НАС БЫЛО СТОМАЙ РБУТАЙ. ХУДЖЕРА КОМНАТА. Значить, ФИЛЬ ХУДЖЕРАТИ. Заметьте, что везде будет КАСРА, вот в примерах. То есть это, как правило, КАСРА мы будем видеть после, вернее, ну да, в конце слова, которое после ФИ. ФИ, ФИЛЬ ХУДЖЕРАТИ, СТУДЕНТ ПАЛИБУН 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 То есть у нас вот уже предложение. Теперь возьмем, что ПАЛИБУН определенный, да, мы уже выяснили. ПАЛИБУН Можно сказать, начать с АПАЛИБУ, а можно с глагола, как у нас было. Давайте начнем с глагола. Хотя так и так можно в этом случае, не будет никакой разницы. Но если это будет в других примерах, там может быть разница. АПАЛИБУ, да, то есть ДАЛ ВРАЧ, КАМУ АПАЛИБЯ, то есть КАМУ СТУДЕНТУ. Несколько у нас было. БАЛБА, КАМУ НЕСКОЛЬКО, И ТАБЛЕТК, БАЛЬБУ, 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 Таким образом, вы можете еще составлять сами для себя много предложений и тренироваться, чтобы с легкостью все эти слова, которые были, использовали. Конечно же, еще этих предложений очень-очень много можно составить. Это вот несколько из них. Сейчас я вам продиктую четыре предложения. Вы их попробуйте как диктант записать. Во-первых, расслышать. Во-вторых, понять, что они означают, потому что они из лексики наших уроков. и затем прописать их, написать, понять, проговорить. И затем уже сравнить с тем, что вы увидите. Итак, первое предложение. Второе предложение. Третье предложение. هذا, 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 معهد, وهذه, مكتبة. И последнее предложение. «Инди بَعْضُ الْحُبُوبِي» Итак, читаю еще эти четыре предложения, чтобы проверить. «Инди بَعْضُ الْحُبُوبِي» какие же там были предложения. Поэтому, пожалуйста, пишите сами предложения и перевод к ним. بَعْضُ الْحُبُوبِيهُ «Инди بَعْضُ الْحُبُوبِيهُمْ